Привет, дорогие друзья, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы мои отдельно вам здравствуйте, поговорим о Ольге Быковой. И вот думаю, да, уже у Оли все изъезженные темы одно и то же, пора вносить новые краски. И вот тут как раз только я об этом подумала, и, конечно, Быкова начала вносить новые яркие краски. А почему? Потому что срочно нужно собрать на отопление. И тут уже Оленька пустилась во все тяжкие. Она нам рассказала, что Женя и пьющий, и игрок, и избивал ее, и больной на голову человек, сколько всего в одном флаконе. Вы представляете, одни негативные качества собраны в одном мужчине. Но Оля Быкова, как полоумная, не имея с ним никакой сексуальной связи, как сказала сама, ходила раз в год к нему, ну, я не знаю, как это назвать. Ну, осеменение это грубо, да, коров осеменяют на спаривание, но тоже грубо. Ну, в общем, для удовлетворения каких-то потребностей своих личных, да, и, конечно же, для продолжения рода. И вот вдумайтесь, как у Оли все вот прям трагедть-трагедть за трагедию идет. А почему? Потому что нужно собрать на отопление. Опять-таки, когда уже хомяки были готовы, они начали интересоваться, сколько же нужно теперь на отопление. Они, наверное, сами шокированы, сколько напастей на одного человека сваливается. Быкова оттянула интригу. Она еще не знает, сколько, и люди могут только через месяц приступить к работам. Думаю, да. И тут же Оля так усиленно рекламирует фриланс. И вот думаю, сижу, да, ребят, что же мешает ей этот месяц дополнительно отработать на фрилансе? С учетом того, что две помощницы есть, Сергей Петрович есть. Иди, дерзай, заработай 100 тысяч и нам всем покажи, как нужно. Но нет, Леля, как сказала, мне надо будет. И опять-таки, ребята, в этом всем сборе самое смешное было, когда она начала стрелять по 10 рублей. Мне стало очень весело, если бы не было так грустно. И думаю, нет ли, дама, недавно утверждала и доказывала всем нам, что люди отдают ей не свое последнее. И как смешно было поставлено до предложения. Смысловая нагрузка какая шла? Я понимаю, что у вас может не быть. Но это ваши проблемы, что у вас может не быть. Мне-то нужно. Мне все нужно делать, потому что я мать. Я родила десятерых детей. И хомяки сидят и говорят, о да, их же нужно поднимать. Такое ощущение, что Оля родила не для себя, а для них. То есть я родила, вы оплатите все мои проекты, все мои хотелки, все мои жилищные улучшения. В общем, все, что я подумала, оплатите. Достань и положь, как говорится. И здесь, ребята, так и произошло. Она сказала, понимаю, что может не быть. Но если каждый по 10 рублей даст, и будет вас много, как вы облегчите жить с многодетной матери. И опять-таки Быкова сказала, что не знает, где достать эти деньги. Представляете, она ни кредитнуться не может. Ни у друзей в долг попросить, ни зарплатой с Ютуба перекрыть. Ничего этого она не может. И вы знаете, ребята, на этом фоне очень смешно звучит, когда тебе по факту не хватает денег. Ты сидишь, да, и, я не знаю, голову ломаешь. Напряжены все чертоги разума, все извилины шевелятся. Где же достать средства? И в этот момент мамка едет на отдых. Мамка едет заниматься маникюрчиком, педикюрчиком, волосиками, бровочками. Ну вот все, опять-таки это что? Это лечебная терапия. И вы знаете, ребята, страшно наблюдать за людьми, которые этому аплодируют и находят этому оправдание. Прилетают вот такие комментарии, типа, вы что творите? Как вы смеете ее трогать? Ей нужно поднимать 10 детей. Ей, да, любые способы хороши, потому что ей нужно кормить детей. Простите, ребята, а кому не нужно кормить детей? У меня такое ощущение, что, наверное, вот таких вот фанатиков, я не знаю, дети святым духом каким-то питаются. Такое ощущение, что им не надо кормить детей. Только быковые дети должны питаться. И от этого мне становится смешно и как-то даже не по себе. То есть, простите, человек рожает, не берет на себя ответственность. И даже вот эти стройки, это ее личные проблемы. Это ее личная ответственность. Ребята, так давайте всех, всех, всем содержать. Сколько еще многодетных семей вы насчитаете? Я думаю, очень много. И нужно вам тогда на содержание брать всех. От своих отрывать, ведь ваши дети отличаются. Вы же не многодетные, оторвите от своих и вот таким многодетным, как быкова, давайте. Но почему нет? У вас же не дети, у вас не внуки. У вас получается не что. А вот Олиным детям надо. Олиным детям и надо пристроечку сделать, и кухоньку новую организовать, и два санузла, все для Олиных детей. И, конечно же, завести отопление. Следующий момент. Ей сами, да, вот эти мастера говорят, Оля, что же ты творишь? Что же ты вообще натворишь постоянно? У тебя же эти котлы горят. А Оля разводит руками и говорит, да, а я не знаю, где взять деньги. Вы представляете? Вот такая грусть и печалька. Когда ей нужно было на машину на первый взнос, она знала, где взять. Она побежала к друзьям с ее же слов и кредитнулась, там взяла денег в долг. И кредит оформила, не побоялась. А на собственное отопление нет, она не знает, где взять денег. Только нужно выйти, рассказать уже, приоткрыть занавесу тайны, в очередной раз засрать Женю, засрать его мать, для того, чтобы хомяки были в ударе, чтобы они были под впечатлением, сколько жизненных препятствий, преград и трудностей она пережила. И дали в очередной раз денег. И, конечно же, здесь она рассказала, что только сейчас без Жени они стали похожи на людей. А кто у Оля? Вы были до этого астралопитеки, что ли? Вы что, до этого не были на людей похожи? Но какие-то странные сравнения для меня непонятные. Опять-таки, как сказала Оля Быкова, что свекровь к ней не хочет ехать, так как нужно везти очень много подарков. А она везти не хочет. А Оля при этом утверждает, что она лжет. Вот, это Оля ее затаривала продуктами. Это Оля ей набивала полные сумки. Ну нет, она ни в коем случае не упрекает. Она вам так, между прочим, очередную информацию вносит. Вы знаете, ребят, когда человек не хочет рассказывать, что он кому дает, что он кому отдает, как он кому помогает, он этого никогда не сделает. А когда человек давал, а теперь этим упрекает, для меня это выглядит как упрек. Ну это твое прошлое. Ты помогала свекровью. Ребят, ну простите, а кому бы из вас не приезжали к деревенским родственникам? Я не поверю, что вы их отпускаете с пустыми сумками или с пустыми руками. Но при этом я не думаю, что и к вам приезжают с пустыми руками. Ну как-то это нормально и естественно. Да, если есть чем угостить, почему этого не сделать? Но в случае с Ольгой Быковой, нет. Ей ничего не привозили, только она перла и забивала сумки. Опять-таки, как сказала сама Быкова, ребята, ваши деньги – это акт вашей большой любви. Она воспринимает это как акт. Чем больше вы даете, тем больше вы ее любите. И парадокс в том, ребята, я смотрю и просто действительно смеюсь и недоумеваю. Представьте, сколько за месяц ее текущих вопросов закрываются чужими деньгами. Это и зарплаты, и кредит, и еще куча-куча разных хотелочек, на которых открываются сборы. И опять-таки, по всем моим подсчетам, на электрику уже давным-давно собрано. Но Быкова – это не тот человек, который скажет, стоп, хватит, мне больше не надо, я уже все собрала, не-не-не. Она будет бить до последнего, до победного звонка, она не остановится. И вы знаете, опять-таки, то же самое, да, смотрю и поражаюсь, думаю, ведь ты действительно достойно зарабатываешь. Ты сама не раз утверждала, что есть друзья. Так почему ты сидишь, да, и я не знаю, как-то бессовестно, вот, да, я не могу сказать, это не гордыня, это чувство собственного достоинства, это гордость к себе, уважение к себе. Ребята, вот я не представляю, какой вообще нормальный человек может выйти и сказать, да, 10 рублей. И вы знаете, люди, которые, вот хомячки, которые кричат, что она все правильно сделает, мне хочется сказать, выходите в массы и начинайте сшибать каждого по десятке. Подходите к прохожим и говорите, мне нужно твои 10 рублей. Не надо много, дай мне 10 рублей. И вот так вот, да, вот идите и через толпу, и просите. Я посмотрю, хватит ли у вас совести, хватит ли у вас вообще уважения к себе, переступить через это все и пойти. И когда вы говорите, что она нормальная женщина, нет, ребята, она не нормальная женщина. Нормальная женщина имеет стыд, а здесь эти все рамки и грани стерты. То есть она переступает через себя, она давит себе на глотку, она вообще уже не испытывает никакого стыда, никакой совести, никакого уважения к себе. Этого ничего уже нет. Уже есть одна сплошная необходимость. Хотелка, это знаете, как у наркомана ломка. Вот так у вашей Оли ломка от ваших денег. То есть она выходит с конкретной целью просить. И ей плевать, что за нее говорят, ей плевать, как ее оскорбляют. Вот знаете, называются, деньги не пахнут. Вот в случае с Быковой они ничем не пахнут. Здесь принцип, да, с шибу хоть сколько-то, с паршивой овцы хоть клок шерсти. Вот так вот. И действительно, ребята, это ужасно. Также Быкова отметила, что, конечно же, Женя поблагодарил ее за адвоката. Да, он ей сказал спасибо за то, что ты нам его оплачиваешь. Но при этом сам Женя ей платить не хочет. Алименты давать не хочет. И вы знаете, ребята, очень смешно. Хочется понаблюдать, как, конечно, Женя пойдет на работу и начнет платить Быковой элементы. И особенно сумму этих элементов. То есть в случае с Быковой это будет смешно. Сумма элементов будет меньше, чем она тратит на данный момент на свои ногтики, на свои маникюрчики, на свои волосики. И для тех, кто кричит, что я там завидую, хочется сказать, это вы недалеки, это вы можете только этому позавидовать. А я сижу и смеюсь, как вас разводят. Вам вечером выходят, плачутся о жизни, рассказывают про свои беды и печали, кидают постоянно карточку Сбера, просят то копейку, то рубль, то десятку. Да, вот, посшибаю сколько могу. И при этом человек едет и тратит деньги на маникюрчики, педикюрчики. И мне смешно, насколько вас разводят, да, вас имеют, а вы крепчаете. По той простой причине, что человек показывает вам, как она при этом отдыхает. Я могу показать что угодно, но я это делаю за собственные деньги. Я ни у кого ничего не прошу. Как и, кстати, уважающие себя блогеры. А в случае с Быковой, дайте мне на то, дайте мне на это, и при этом маникюрчики, сауны, отдых, пиццерии и тому подобное, разные покатушки. Ребят, вот это выглядит смешно. И думаю, как у человека, выкладывая подобные ролики, хватает совести после этого выходить к людям и говорить, дайте мне, пожалуйста. Ведь, ребята, согласитесь, когда блогер просит десятку или просит рубль или просит копейку, это вообще действительно говорит, ну, этот блогер находится на дне. Этот блогер дешевый блогер. То есть, согласитесь, все с Ютуба зарабатывают, и когда ты становишься такой дешевой, да, что ты риждай рубль или дай десятку. И в случае с этим Быкова просит у людей, отдайте мне вашу буханку хлеба. Ну, хотя даже на буханку не хватит, но вот суть в этом, да, отдайте мне вашу буханку хлеба. Не доешьте эту буханку хлеба и отдайте мне. Оторвите от своих детей, от своих близких, от своих родных. И вы знаете, вот здесь мне становится смешно, хочется спросить, кто эти убогие люди? Кто эти люди, которые реально отрывают от себя и отдают кому-то? И я понимаю, когда делятся, когда понимают, что у человека нужда, человеку нужно помочь, а здесь же нужды нет. Они просто делают Лёлику хорошо. Они просто делают всё для того, чтобы Лёлик кайфовала от жизни, а они на неё батрачили. Вот так она сумела себя поставить. Вот так, ребята, она умеет их развести. И опять-таки, да, если лохи ведутся, почему нет? Пусть платят, обязательно пусть платят. Кстати, интересно будет понаблюдать, сколько она соберёт денег в следующем флешмобе. Ну, а на сегодня я всё сказала, продолжение следует, ребят. Всем пока, до новых встреч!